Всем привет! В эфире Неверновости, а в студии Елизавета Газизянова. В Казанском федеральном университете состоялось рабочее совещание о ходе реализации федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Мероприятие прошло при участии заместителя и председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирины Яровой. Также на нем присутствовали заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, секретарь Государственного совета Республики Татарстан Лилия Маврина, заместитель председателя Комитета Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмилы Рыбакова, исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов, члены правительства Татарстана, представители вузов, республики и предприятий. Казанский федеральный университет на встречу представил его президент Рияс Минзарипов. На совещании обсуждались вопросы целевого обучения в вузах и реализации федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации в Татарстане. Со старта приемной кампании прошло 28 дней. В Казанском федеральном университете ведется активная работа по приему заявлений от абитуриентов. Подробнее о работе приемной комиссии расскажем далее в сюжете. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций позволяет успешно проявить себя в самых разных отраслях социально-политической и гуманитарной деятельности, а также в сфере общественных и медийных коммуникаций. Всего в институте реализуется программа подготовки по 12 направлениям. Философия, религиоведение, теология, социология, организация работы с молодежью, конфликтология, политология. Также в институте, а именно в высшей школе журналистики и медиакоммуникаций, готовят специалистов по образовательным трекам журналистика, телевидение и телепроизводство, медиакоммуникации и рекламы и связь с общественностью. В 2024 году в институте реализуется новая программа «Публичная политика». Это не то, что принято называть политологией. Какая-то политология у нас уже 30 лет готовит политологов. Публичная политика – это, в первую очередь, так я думаю, разговор о политических технологиях. О технологиях, которые определяются социальными, экономическими, коммуникативными, культурными, мировоззренческими контекстами, в которых существует политика. То есть, если политолог – это теоретик политики, это фундамент политики, философские основы, ну, понятно, да, философ политики, можно даже сказать, то публичная политика или представитель публичной политики как направления – это политик, который, или ученый, который стоит на грешной земле и руками трогает, изучает и анализирует реальную политику. Магистратура также представлена многообразием образовательных программ. Освоить эту ступень образования можно по всем направлениям, существующим в институте, за исключением трека организации работы с молодежью. В 2024 году бюджетные места на бакалавриат и магистратуру случайным образом разделились довольно символично – 243 бюджетных места на каждую из ступеней. Отметим, что по сравнению с 2023 годом в этом году количество бюджетных мест на бакалавриат было увеличено на 10%. В Институте социально-философских наукомассовых коммуникаций Казанского федерального университета учатся более 3000 студентов, которые помимо образовательной деятельности также принимают участие в общественной жизни вуза. Надо понимать, что студенты не только учатся, но, естественно, вся жизнь протекает в рамках университета. То есть мы стараемся создать условия, чтобы студентам было интересно. Во-первых, это социально-воспитательная работа. Тут, наверное, стоит тоже отметить, у нас очень богатый опыт работы со студентами в этой области. Соответственно, существуют различные форумы, конкурсы, театральные студии, кружки. У нас студенты поют, танцуют. То есть они самовыражаются во всех областях. Как отмечает заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Мария Ефлова, профессорско-преподавательский состав всегда старается быть со студентами на одной волне. Приходи. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета ждет именно тебя. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ Новости. Если вы все еще не определились с Институтом, то наши рубрика, в которой мы знакомим вас с разными направлениями Казанского федерального университета, специально для вас, дорогие абитуриенты. Далее расскажем об Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете продолжается активная работа по приему заявлений от абитуриентов. Ежедневно сотрудники приемной комиссии помогают ребятам заполнить документы, а также проводят консультации по направлениям. За 28 дней в УЗ подано порядка 150 тысяч заявлений, что на 20% больше, чем в прошлом году. В 2024 году в Казанском федеральном университете количество бюджетных мест составит 7 499, что на 199 больше, чем в прошлом году. Глобальное нововведение этой приемной кампании – это кардинальное изменение целевого приема. В этом году мы очень часто с вами говорили до начала приемной кампании, как это будет. То, что взаимодействие с работодателем происходит через портал работы в России, то, что все заявки от работодателя размещены именно там. И мы видим то, что поток заявлений от ребят, которые планируют поступить в рамках целевого конкурса. То есть уже выбрали работодателя, уже спланировали свой путь трудовой деятельности после выпуска гораздо больше, чем в прошлом году. Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик, на данный момент лидирующими институтами по количеству поданных заявлений является Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт управления экономикой и финансов и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Подать документы в Казанский федеральный университет можно несколькими способами. На онлайн-платформе буду студентом, на сайте госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского федерального университета по адресу Кремлевская, 35. Эта цифра приближается к 95% поданных заявлений. Но я вам озвучил цифру на направлении еще магистратуры. Магистратура пока еще не проходит через пилотный проект по ступиву с онлайн. И вот тоже коррелировать эти цифры не совсем будет корректно. Но, как я уже сказал, ребята, выбирающие трек цифрового взаимодействия с ВУЗом, 95% относительно прошлогодних 89%. То есть 89% в прошлом году выбрали трек поступления через портал госслуг. В этом году все больше и больше ребят выбирают именно этот способ подачи документов. Напомним, что стартовала приемная кампания 20 июня. Но подготовка к этому дню началась намного раньше. Традиционно приемная комиссия базируется в мраморном зале. В 2024 году в помещении был проведен капитальный ремонт, благодаря которому у студентов появилось больше рабочего пространства. Также важно отметить, что помимо внешних изменений, руководство Казанского федерального университета тщательно следит за качеством образования, постоянно добавляя новые направления обучения. В 2024 году абитуриенты имеют широкий выбор образовательных программ. Поэтому, чтобы выбрать то самое направление, необходима консультация сотрудников ВУЗа. Напомним, что подать свои документы в Казанский федеральный университет вы можете до 25 июля. Уже 4 августа в 12 часов 0,1 минуту ректора Казанского федерального университета Ленар Сафин подпишет приказ о зачислении студентов ВУЗ. Важно, что Казанский федеральный университет является одним из самых первых учебных заведений, публикующих в списке поступивших ребят. Отметим, что в рамках нашей рубрики мы знакомим вас, дорогие абитуриенты, с институтами Казанского федерального университета. Эти выпуски вы уже можете посмотреть на нашем телеканале. Приходи, Казанский федеральный университет ждет именно тебя. Адалина Абдрахманова, Данила Васильев, Универ Новости. Одна из самых популярных ягод в жаркое время года – сочный сладкий арбуз. Ни один фрукт или овощ мы не едим в таком большом количестве, как его. Задумывались ли вы о том, из чего состоит арбуз, от чего зависит его вкус и насколько он полезен? Самое время узнать обо всем подробнее. Смотрите следующий сюжет. Для начала обратимся к составу освежающего летнего лакомства. Дело в том, что арбуз содержит около 90% воды, что делает его идеальным для утоления жажды в жаркие дни. Кроме того, он богат витамином А, необходимым для поддержания зрения, роста костей и оказывающим регенерирующие действия. И витаминами группы В, играющими важную роль в клеточном обмене веществ, поддержании сердечно-сосудистой и нервной систем и укреплении иммунитета. Поэтому качественный арбуз – безусловно полезный продукт. Арбуз содержит, как я уже сказала, в первую очередь воду, в которой растворены разные вещества. В первую очередь это сахара, витамины. Если говорить про витамины, то это витамин С обязательно. В нем содержится фолиевая кислота. Вы тоже знаете, что это витамин группы В, который очень полезен. И, что еще необычно, содержание железа. Арбузы содержат тоже легко освояемую соль и железо, который, как известно, в купе с фолиевой кислотой, как раз такой тандем хороший образует и очень полезный, собственно, для организма. На вкус и цвет товарищей нет. Но, покупая арбуз, многие, конечно же, ждут приятный и сладкий вкус. Однако часто встречаются почти безвкусные и чуть кисловатые ягоды. На самом деле сладость зависит от двух факторов – зрелости и сорта. Арбузы ранних сортов вызревают раньше других и получают меньшее количество солнечного света. Из-за этого они менее сладкие на вкус и не такие крупные. Часто производители собирают их недозревшими, чтобы увеличить срок хранения. Во-первых, арбуз – это теплолюбивое такое растение и должно выращиваться на солнышке. Естественно, чем больше было солнца, получено солнце, и именно не в тепличных пустовых, а на таком естественном солнышке, то арбуз считается более сладкий. Чаще всего снаружи арбуз зеленый, а внутри красный, но бывают сорта с желтоватой серединкой. Они обычно выше в цене. Многие из покупателей даже боятся такого специфичного цвета. Считаю, что они чем-то напичканы. Но мало кто знает, что желтый арбуз древнее красного. Когда-то давно все арбузы были с желтой или бледно-желтой мякотью. В результате селекции был выведен вариант красного арбуза. Если мы говорим про корку, то мы тоже знаем, что она бывает у арбуза разная. Она бывает такая равномерно зеленая, бывает с полосками светлыми, темными. И это просто зависит от того, каким образом распределяется пигмент. А пигмент, отличающийся зеленой краской, это хлорофилл. То есть, на самом деле, на вкус он абсолютно не влияет. А если говорить про уже мякоть арбуза, то она от нас скрыта. Мы никогда не узнаем, какого цвета, какой насыщенности имеет именно арбуз в плане розовой окраски. Здесь мы можем увидеть только его вскрыв. И вот за такой розовый, красный цвет, я бы даже сказала, отвечает тоже пигмент. Он называется ликопин. Представляет собой из-за химической точки зрения, то это такой непредельный углеводород. То есть, непредельный, то содержится много-много кратных связей. В погоне за ранним урожаем некоторые сельхозработники используют удобрение. Поэтому у покупателей, конечно, возникает еще один важный вопрос. Содержит ли арбуз нитраты и насколько они опасны для человека? Если почву удобряют нитратами, соблюдая агротехнологии и нормы, арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не должно быть нитратов. Ягода вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим. Но, скорее всего, они будут только в корке. Сами по себе нитраты не опасны. Но употребление их в повышенных количествах запускает процесс превращения нитратов в нитриты, которые являются токсичными соединениями. Конечно, вот так с виду вы никогда не определите, есть нитраты в арбузе или нет. Но, опять-таки, и даже вот если раньше говорили, что ранний арбуз нельзя покупать, потому что их накачивают, да, то есть с этими удобрениями, этими нитратами, но сейчас же круглогодично они выращиваются. В целом, ты с любой стороны привез. И, собственно, я думаю, что сильно меняться на самом деле не будет это количество. Но, естественно, это контролируется. Есть определенные нормы содержания нитратов. Но нужно сказать, что нитраты, они в целом в умеренных количествах безопасны. Единственное, что в организме они у нас превращаются в нитриты, которые попадают в кровь и связываются с гемоглобинами. Соответственно, нарушается вот это кислородное насыщение клеток, что приводит вот к расстройствам нитратная, кишечная расстройство, так скажем, да, это как наподобие кишечной инфекции, то есть те же самые будут симптомы, как и, например, вот такой инфекции. Как же все-таки выглядит спелый арбуз? Качественный плод внешне должен выглядеть целым и чистым. Если арбуз относится к полосатому сорту, то по мере созревания его полосы становятся все более яркими и четкими, что может служить признаком спелости. Также на корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов, рубцов и трещин, если это не следствие плохой транспортировки. Некоторые используют и такой способ, как стук по ягоде. Принято считать, что звук должен быть не глухим и не звонким, а средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Считается, что зрелый арбуз, он такой все-таки достаточно плодный, но в то же время пористый, но не перезревший. Когда совсем перезревший, там уже большие пустоты образуются, и тоже не очень хорошо. Ну, как бы такой старенький даже, я бы сказала, перезревший, и уже вкус у него сладкий звук не такой. Но действительно, по вот такому глухому звуку можно говорить о зрелости арбуза, но это все-таки не будет говорить о том, насколько он будет сладкий. Эта сочная и освежающая ягода не только приятно утолять жажду, но и обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Главное выбрать качественный продукт и не перебарщивать с суточной нормой. Для детей от 80 до 150 грамм мякоти, а для взрослых 500 грамм. Сладкая и освежающая эта ягода действительно поможет охладиться в жару. Кристина Отекина, Данил Васильев, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!